Сейчас иду и поймал себя на мысли, что не следует давать излишних обещаний и быть чрезмерно обязательным, даже не по отношению к кому-то, а к самому себе. То есть вот в течение дня надо потренироваться, желательно бы какую-нибудь статью написать, что-то сделать из видео, все это выложить, вот какая-то такая, будем говорить, суета. Вроде нам нужна, но можно как-то хотя бы через раз без нее обойтись. И вот это вот то, что ты тот не сделал, ага, вот допустим, рано не встал, там, допустим, зарядку не сделал, поел не то, что надо, ага, что-то там, допустим, вот, думал там какую-то статью написать, видео снять, ну и прочее-прочее, короче, у каждого полно-полно делов. Вот это, так сказать, недовольство, недовольство, оно откладывается в структурах нашей полевой формы жизни и получается действительно, знаете, с течением лет, как какой-то груз человек носит. Вот, и это вот чрезмерная обязательность по отношению к самому себе, вот вас закабаляет, делает, ну, делает каким-то несвободным. А так задумаемся, а для того-то ты живешь, чтобы вот это сделать, то сделать. Я понимаю, что что-то надо делать, не без того. Но когда это как-то чрезмерно, часто бывает и не в охотку. Вот надо, вот это надо, надо, вот это надо, откладывается у нас где-то там под коркой или в районе копчика, будем говорить, как какой-то хвост. Только стоит все это дело почувствовать. Я бы даже сказал, в районе позвоночника, что он какой-то делается черствый. Не из-за того, что там, допустим, человек много сидит, мало двигается, а именно из-за того, что он еще молодой. Допустим, 30-летний, 40-летний. А у него уже настолько позвоночник одеревенел. Какие-то там появляются изменения, боли. Вот, но это же не износ физический, а вот именно износ моральный. Из-за того, что слишком много обязательств человек взял на себя, тащит, вот так трепетно к ним относится. Если он что-то не выполнил, естественно, возникает недовольство, раздражение. Кем? Самим собой. Вот, и все это, все это усугубляется. И вот я ощутил, это я бы не сказал, что пофиговизм, а нечто другое. Вот, от этого всего избавиться. Но то, что надо сделать, надо сделать. Но без каких-то там, таких, знаете, умственных давлений на сремого себя. Просто это надо сделать и делайте. А то, что не надо сделать, или там не успеваете, ну, откладывайте на следующий день. Потому что, ну, невозможно за один день все успеть там сделать. И машину помыть, и позаниматься, и еще что-то там распланировать. Вот, то есть, вот только в сознании, когда возникает вот эта вот вещь, осознание вот этого того, что вы сами себя взноздали, закабалили, а нет бы там пойти на рыбалочку, половить рыбку, пообщаться с природой. Уже одно это действует благостно. Чувствуется какая-то легкость, и возникает та радость, вот та радость, вот вспомните ту радость, которую вы испытывали, когда только себя начали осознавать. А именно, ну, это где-то лет с трех примерно, три, четыре, пять лет, никому вы не обязаны. Вот что делаете, то делаете. Все легко, просто и радостно. И только вот взрослые, взрослые, нам начинают внушать, и начинается вот своеобразное такое умственное закабаление. Вот ты должен это сделать. Плохо, что это ты там не выполнил еще. И начинается вот этот ментальный пресс, наслаивается, наслаивается. И так, с течением лет, десятков лет, в конце концов, начинают идти где-то там пробоины именно от этого. то сердце, то сосуды, то поджелудковое, то кишечник, и, наконец-таки, суставы, и позвоночник. Вот. Такую вот вещь. А когда ты встал, посмотрел, никому ничего не должен, что-то заработать, что-то там отдать, что-то написать, выкопать, выстружить, слепить руками, то совсем другое. Вот какое-то умственное освобождение влечет к тому, что происходит и физическое, физиологическое, физическое освобождение. груз сбрасывается, и чувствуется легко и радостно. вот такое ощущение уловил у себя после Афона. это не значит, что Афон меня подтолкнул, хотя все может быть. То есть каждый человек потихонечку доходит до каких-то, до каких-то таких ему только известных рассуждений, рассуждений, переосмыслений, и в соответствии с тем, что он наработал, потом наработал, буквально таки вчера еще на меня подействовала такая картина, я еду на машине, выезжаю там, на улице сидит, там молодой паренек, что-то это у него сумки-котомки, и он сидит на улице, курит так, голову склонил, еду назад, опять он же сидит, та же сигарета, те же котомки, какие-то размышления, то есть что-то, как так вышло, что он тут вот сидит на улице, они не в доме, идет переосмысление, процесс этот болезненный, но тем не менее, это нормальный процесс, так оно и должно быть, так оно и происходит, и человек в результате сначала накопленного опыта, он тут скачет, как стрекоза, а потом, когда все это выливается в то, что ты не подготовился к чему-то, идет переосмысление, а так ли ты жил, а то ли ты делал, ну и в соответствии с этим происходит изменение мировоззрения, и человек меняется, вот это, вернее, об этом я хотел с вами и поговорить, и рассказать, вот свои ощущения, легкости, радости, которые у меня есть, я думаю, разговор получился весьма интересный, и по душам, и это хорошо, кстати, снимаю на Sony X300, не 300, 3000, перешел с GoPro на Sony, обновился, и теперь буду снимать на более совершенную технику, лучше, лучше, все,